Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня поговорим о крупном всероссийском спортивном состязании, которое пройдет в нашем городе, в окрестностях нашего города в начале мая. Это будет соревнование, связанное с конным спортом, всероссийский чемпионат. И сегодня в нашей студии президент Рязанской Федерации конного спорта, владелец конно-спортивного клуба «Виктория» Юрий Куприянов. Юрий Анатольевич, добрый вечер, рад вас видеть. Собственно говоря, и так чемпионат России, чемпионат России среди юниоров, насколько я понимаю, уже не первый раз проводится. В чем особенности предстоящего турнира? Кого ждете? Насколько серьезные представительства ведущих молодых конников страны у нас ожидается? Ну, добрый вечер, Юрий. Хочу поправить, что параллельно чемпионату страны будет проходить международный турнир, посвященный памяти Елены Петушковой. Это наши самые сильнейшие всадницы страны, олимпийской чемпионки. Проходить турнир будет с 9 по 11 мая в нашем клубе. Ну, кто должен приехать? Ну, приедут, как всегда, сильнейшие всадники страны. Приедут и девчонки, которые за границей живут, тренируются, россиянки. Ну, я так думаю, что достаточно приличного уровня будет турнир. Вот. Приедут международные судьи, 6 иностранцев, и французы, и голландцы, и австралийцы, вот, которые реально оценят силу наших спортсменов на этом турнире. Чего нам ждать на этом турнире от наших земляков, от рязанцев? С кем связываем особые надежды? Ну, как бы, одна будет спортсменка от нашей города, области, наша землячка, это моя дочка Виктория Куприянова. Что от нее ожидать можно? Ну, ожидать то, что она будет биться за самые высокие места. Скорее всего, будет выступать на двух конях. Это на Юбидоре, голландском коне, и на Ван Лаке, тоже конь из Голландии. Будет биться за самые высокие места, а там посмотрим, это же спорт. Ну, вообще, вот этот спортивный сезон для Вики достаточно насыщенный, насколько я понимаю, и уже есть, что называется, трофей, несмотря на то, что на дворе только апрель месяц. Ну, да, Виктория выступала в Москве, где выиграла два кубка. Вот. Ну, это было начало сезона. И сейчас только что мы вернулись с международного турнира, с Минска, где проходил этап Кубка Мира. Виктория стала третьей на этом турнире. Вот. Ну, вот, для тех, кто вообще следит за спортом и законным спортом, в последнее время очень актуален вопрос. Известно, что Вику тренирует очень серьезный тренер, олимпийский чемпион. И сейчас появилась информация о том, что она может расстаться с своим тренером. Насколько, вот, как бы, что называется, с первых уст подтверждаете или опровергаете данную информацию? Ну, скажем так, она уже рассталась. Мы расстались с Валерием Волковым. Это был ее, так скажем, первый тренер по выездке, с которым за два с половиной года Виктория практически выиграла все соревнования. И международные старты все в СНГ выиграла. И здесь стала она абсолютной чемпионкой страны, абсолютной чемпионкой спартакиады того года. Вот. Вот, конечно, с сожалению, все это, говорю, все это проходило не так, все просто. Но, так скажем, встретились два характера, два абсолютно разных человека по возрасту. Я, конечно, понимал, что очень долго это такое союз не может продолжаться, потому что все-таки взгляды разные. Я еще раз говорю, два характера. Он со своими взглядами, у Виктории уже свои взгляды появились, но, тем не менее, я ее не поддерживаю в этой ситуации. Поддерживаю только тренера, благодарен этому тренеру. Она все-таки, я еще раз говорю, за два года выиграла все, что только можно было выиграть. И, как бы, так скажем, вкратце, если бы я был спонсором этого дуэта, то, скорее всего, я расстался бы со спортсменком. Ну, за отец, что называется, победил. А здесь, да, я по совместительству еще и папа, поэтому пришлось расстаться с тренером. Все сравнивается, ну, познается в сравнении, я считаю. Посмотрим, что будет дальше. На сегодняшний день пока ситуация, скажем, неоднозначная, но уже многие иностранные специалисты проявили желание тренировать Викторию. В частности, Голландка сюда может приехать. Ну, как сложится у них, дуэт пока неизвестно. Ну, пока ее тренирует лучшая спортсменка Белоруссии Анна Карасиева. Она здесь приехала. То есть, Виктория без тренера буквально была где-то неделю. Ну, хочется надеяться, что вот эта смена тренеров все-таки не скажется на спортивных результатах, во всяком случае не скажется на какой-то такой глобальной перспективе. Потому что, действительно, Вика приучила нас к победам. И, в общем-то, так по-хорошему, с честью представляет Рязань, Рязанскую область на самых крупных международных стартах. Ну, в общем-то, я согласен. То, что сегодня Вика подготовлена тактически, технически и в моральном плане. Она сегодня, я считаю, что одна из самых сильных всадниц в стране. Поэтому она психологически очень сильно подготовлена. И ей уже все равно, на какой старт выходить. Она участница двух чемпионатов Европы. И если бы на последнем чемпионате Европы конь чуть-чуть не подвел нас, я считаю, именно конь подвел. Ну, как бы он всегда выручал, но в последний момент подвел. Вика вошла бы в десятку сильнейших всадниц Европы. Это все специалисты отмечают, все видели ее езду. Вот, поэтому, ну, я еще раз говорю, что она сегодня достаточно серьезно подготовлена во всех планах. И, думаю, тот промежуток, который будет у нас между вот этим вот подбором нового тренера, я думаю, конечно, будет спад какой-то. То есть это нормальная ситуация. Ну, в любом случае, сегодня Валерий Яковлевич ее высадил, выставил. То есть ее так, как должна всадница выступать на мировом уровне и занимать достойные места. Юрий Анатольевич, ну, вот если сейчас говорить о мировом уровне и достойных местах, скажите, вот чего все-таки, на ваш взгляд, как человек уже профессионально занимающимся организацией конного спорта, чего не хватает сейчас нашему конному спорту для того, чтобы более лучше, более, скажем так, медальнее представлять Россию на международной арене, на самых серьезных состязаниях, включая Олимпиаду? Ну, наверное, точка отсчета, я считаю, сегодня в российском конном спорте начинается вот как раз вот с этой вот плеяды воспитанников, ну, всадников вот этих вот 16-17 лет. Почему я вот именно отсюда говорю, что могут быть серьезные достижения в будущем, да? То есть сегодня однозначно самых, ну, одних из самых лучших лошадей мы приобретаем в Европе. Голландских, немецких лошадей. Вот. Первое. То есть мы можем достойно бороться там, потому что все-таки одно дело всадник готов, да, к Олимпиаде, а другое дело, как коня подготовить. Это не так все просто. Первое. Второе. Сегодня я могу сравнить, это как бы сказать, есть художественная гимнастика, да, и вы посмотрите сегодня в мире, вы много видите, чтобы кроме наших кто-то еще побеждал. Ну, бывает такое, что кто-то где-то как-то пролез там, ну, так скажем, пропустили. Ну, в любом правиле есть исключения. Да. И сегодня, когда... То же самое и в конном спорте. Сегодня мировые лидеры – это голландцы, это немцы, это англичане, которые реально понимают, что нас пока близко подпускать нельзя, потому что, ну, есть определенные моменты боязни. Но мы с этим боремся, а боремся как? Так, элементарно, вот сегодня в том году, в этом году судьи мирового уровня, которые судят Олимпийские игры, чемпионаты мира, приезжают к нам сюда судить наших спортсменов, да. И сегодня приедет Марковский, сегодня приедет Лейман, Бельгийц. Ну, много судей приедут, да. И если они сегодня нашим спортсменам будут здесь ставить высокие оценки, у них рука не поднимется поставить низкие оценки там в Европе. Почему? Потому что мы же тоже уже специалисты, ну, так скажем, чуть-чуть разбираемся и так далее. Поэтому вот только за счет этого, за счет того, что хорошие лошади, за счет тренировочного процесса, сегодня очень много баз построено в России, где действительно коням, если раньше они в снегу тренировались зимой, да, выездка, представляете, что это такое, то сегодня достойные комплексы у нас, сегодня комплексы лучше, чем в Европе построены. Вот, грунты, почем лошади бегают и так далее. Сами лошади высочайшего уровня, цены доходят и до миллиона евро, и до двух. То есть, эти кони сегодня, некоторые из них будут у нас в Рязани. То есть, и сегодня реально мы будем бороться с европейскими, так скажем, всадниками за самые высокие места. Ну, и в заключении нам просто необходимо сообщить Эльзанцам, когда и где они смогут увидеть вот эти соревнования, которые, не сомневаюсь, превратятся в настоящий праздник конного спорта. Будет очень зрелищно. Давайте просто пригласим всех. Ну, приглашаем всех любителей конного спорта. Просто людей, которым не безразличны лично лошади. Это с 9 по 11 мая в конно-спортивном клубе «Виктория» будут проходить соревнования. Они начинаются с 8 утра и где-то примерно до 7 вечера. Спасибо вам. Я благодарю, что нашли время и заехали к нам в студию. Юрий Куприянов, президент Рязанской федерации конного спорта, владелец конно-спортивного клуба «Виктория», был в гостях программы «Подробности». Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля.